Всем огромный привет! Меня зовут Таня, и вы на моем канале Эстония Анна. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня я предлагаю как можно быстрее избавиться вот от такого вида сонного и не совсем опрятного, и сделать макияж, который очень многим из вас понравился в инстаграм. Речь идет об этом макияже. Давайте приступать! Первым делом буду маскировать синяки под глазами консилером от Estee Lauder и кисточки от Заива. Сегодня, кстати, в макияже буду использовать все свои любимцы, фавориты, о которых рассказывала в предыдущем видео, чтобы показать их в действии. Набираю на кисть и наношу прямо впадинку под глазом, и помогаю распределить при помощи безымянного пальца. Следующим шагом наношу тональный крем от Estee Lauder при помощи кисточки от Заива. К сожалению, у него нет помпы, это, конечно, минус. Я выливаю немножечко на кисть руки тонального крема, распределяю по коже точечно. Обычно концентрируюсь именно на центре лица, и затем уже растушевываю все к периферии, потому что именно на центре лица у меня есть расхождение в цвете, там какие-то покраснения, и также именно Т-зона, центр лица начинает у меня блестеть. И легкими похлопывающими движениями распределяю. Как говорила в видео, этот тональный крем отлично подойдет для комбинированной и жирной кожи, потому что он отлично матирует и отлично выравнивает текстуру кожи. Причем, если я хочу более легкое покрытие, то наношу тогда влажным спонжиком, например, Beauty Blender или Real Techniques. А если я хочу более плотное покрытие, как сегодня, то наношу при помощи синтетической скошенной кисточки. Таким образом выглядит тональный крем на лице, по-моему, очень достойно и очень красиво. У меня, кстати, оттенок 1N2, и кожа у меня светлая с желтым подтоном. Люблю. Следующим шагом давайте нанесем базу подтени у меня от Urban Decay, и у меня оттенок этот Eden. Довольно светлый оттенок, то есть немножечко еще и выбеливает века. Выравнивает и выбеливает. Распределяю при помощи той же кисти, которая наносила тональную основу. Как я и говорила, консилер от Estee Lauder не скатывается. То есть, например, если бы я сейчас нанесла Benefit Erase Paste, у меня здесь уже бы все скаталось. А Estee Lauder так схватывается и стоит на месте. Но я в любом случае привыкла немножечко его припудривать, поэтому сейчас сверху нанесу Like a Doll Pupa рассыпчатую пудру, и нанесу также на Т-зону. И вот так она выглядит внутри, идет с пуховочкой. Наберу немного на пуховку и начну с подбородка. Меня кто-то из девчонок спрашивал в комментариях, пудра как самостоятельный продукт, мне кажется, может подойти только нормальной и сухой коже. То есть она очень легкое покрытие дает и отлично фиксирует макияж. Но именно в качестве единичного продукта она не подойдет для комбинированной жирной кожи. Она ничего не перекроет. Вот такой кистью я обычно фиксирую консилер под глазами. Немного совсем набираю на кисть, стяхиваю, натягиваю кожу под глазами, делая вот такую страшную мордажку. Теперь в ход идет контурирующая палетка от Make Up For Ever. У меня эта палетка отлично работает с кистью от MAC 130. Это дуофибра, и она идеально распределяет цвета. Первым делом наношу скульптурирующий цвет. Как уже тоже говорила про эту палетку, с ней очень легко работать, и с ней очень тяжело переборщить, потому что растушевывается просто идеально. Теперь на ту же кисть набираю румяна, и легкими движениями вбивающими, и круговыми, сначала вбивающими, и затем круговыми, наношу на яблочке щек. Этот контурирующий продукт от Make Up For Ever такой довольно прозрачный, именно поэтому его легко растушевывать. Он вроде как пигментированный, но не чересчур пигментированный, и поэтому легко с ним работать. Ну вот, уже выглядит практически совсем свеженькой. Теперь давайте оформим брови. Я использую Bobby Brown карандаш в оттенке блонд. И начинаю с середины брови штрихами. В общем-то, все как всегда. Цвет у карандаша просто идеальный, и отлично подходит блондинка. Консистенция у него тоже идеальная, то есть не слишком жирный и не слишком сухой. Что мне еще нравится у этого карандаша, так это его толщина. То есть при помощи него легко заштриховывать промежуточки между бровями, если не хватает волосков, как у меня. Брови тоже на месте. Вообще, знаете, у меня уже жутко надоело рисовать постоянно брови, на это уходит очень много времени. Поэтому я мечтаю о татуаже бровей, о этой технике, которая прорисовывает по волоску. Как-то слишком все печально. У меня не отрастают все, как бы я не пыталась на кончиках вот здесь вот брови. Не хотят они ко мне возвращаться, к сожалению. Первым шагом использую тени от Armani, и у меня это номер 11. Начинаю наносить середины века, и распределяю потом пальчиком. Чуть больше добавляю во внутренний угол глаза, чуть интенсивнее. И распределяю я по веку примерно где-то до 1 трети глаза. То есть в самый внешний уголок я не иду. Теперь мне понадобится вот эта палетка от Urban Decay Gwen Stefani. Макияж, на самом деле, абсолютно свойственный. Мне сделано на той фотографии. Ничего сверхъестественного. Смешиваю три оттенка в ряд. Мне очень нравится их смешивать, потому что тогда получается вот такой универсальный красивый цвет. Смотрю прямо перед собой и наношу. Во внешнем уголке глаза вытягиваю цвет кверху, к виску. Сильно кошачью форму не делаю, то есть не веду прямо вот так. Именно когда смотришь прямо, я уже много раз это говорила, лучше всего видна позиция, куда наносить нужны тени. Потому что если мы смотрим вниз или закрываем вообще глаз, тогда нам непонятно, что же будет в итоге, когда мы его откроем. Получается легкая растушевка трех цветов по дуге вот этой. На кисть карандаш набираю теплый коричневый. Смешиваю его с холодным коричневым. И этот оттенок наношу четко в складку века. То есть мне не нужно его будет сильно растушевывать. Так, теперь я беру плоскую кисть и набираю на нее оттенок Bathwater. И его я буду наносить, естественно, во внутренний угол глаза. Вообще для пущей интенсивности мне нравится делать это при помощи безымянного пальчика. Набираю на палец, просто слегонца прикасаюсь к внутреннему уголку глаза. Именно тогда цвет получается наиболее интенсивный. Щипчики. Сыворотка от Evelyn, куда же без нее. Даю минутку сыворотке схватиться. А пока давайте нанесем хайлайтер. Это божественный цвет. Нанесу его на скулы. Его мне нравится наносить именно пальчиком. Влажный эффект на коже появляется. Сыворотка вроде как схватилась. Теперь буду наносить тушь. Первым делом для разделения и удлинения наношу коричневую тушь от Benefit. They are real. Сейчас еще сверху добавлю для увеличения объема ресниц вот такую вот тушь. Это от Maybelline. Go Extreme The Colossal Leather Black. Так, я еще ничего не наносила на нижнее веко. И я тоже здесь не буду особо сильного акцента делать. Опять же смешаю эти три оттенка и нанесу по нижней линии роста ресниц. И это как бы имитирует тень от ресниц. И от этого глаз кажется еще больше. Ну вот снова почувствую разницу. Здесь есть, здесь нет. И для пущей растушевки беру кисть растушевочную и это все как следует растушевываю. Смотрю вверх и просто вожу кисточкой туда-сюда. Для еще большей выразительности глаза, что я предлагаю сделать, берем кисточку вот такую вот. Скошенную тонюсенькую, это у меня вот заива. Набираем черно-коричневый. И да, вы наверное уже догадались, буду это наносить во внутренний уголок глаза. Вот сюда наношу не прямо на слизистую, а как бы сверху, чуть-чуть, буквально на один миллиметр сверху. Втушевываю в ресницы накрашенные. Глаза готовы, лицо готово, остаются губы. Если мне не изменяет память, то у меня нанесена новинка от Make Up For Ever Pro Sculpting Lip. Продукт ложится довольно матовым на губы, поэтому можно спокойно их увеличивать. И это очень натуральный, чуть более интенсивный, чем мой оттенок губ, цвет. Как всегда улыбаюсь и начинаю с середины отсюда. Единственное, из-за того, что у нее нету среза, не очень удобно прорабатывать уголок. Теперь воспользуюсь обратной стороной этого продукта и нанесу хайлайтер. Ну что, макияж готов, теперь осталось всего-то заняться головой. Ну что, теперь вот этот ужас надо привести в порядок. Первым делом расчесываю. Сейчас сразу нанесу защиту от теплового воздействия. Теперь воспользуюсь сухим шампунем. Наношу по проборам. Завивать я, как всегда, буду постепенно. Ставлю пальчики на уровень вершинки уха, введу и выделяю, получается, нижний ярус. И работаю с этой частью волос. И завиваю я от лица. На 190 нагрела утюжок. То, что вы сейчас видите, что это так довольно быстро получается, у меня так получается только с левой стороны. С правой стороны там все намного печальнее. Я беру довольно объемные пряди, то есть довольно толстые прядки. Я хочу именно легкую волну. Во-первых, я всегда очень сложно понимаю, в какую сторону нужно откинуть эту. Беру теперь следующую часть волос. Ну что, девчонки, по вашему запросу, можно сказать, сама научилась сейчас крутить с правой стороны. И поняла самую главную фишку здесь. Это перекинуть прядь. Делаешь так, хопа, эту прядь перекидываешь, и тогда уже все легко завивается. То есть, если ее не перекинуть, то волосы начинают путаться. А когда ты ее перекидываешь, то все идет замечательно. Утюжком завивать гораздо быстрее, чем плойка, это я заметила. Что я делаю дальше? Я прочесываю все волосы руками. Аккуратненько. Теперь снова беру сухой шампунь, выделяю здесь прядь, наношу сухой шампунь и делаю легкий начес у корней. Теперь делаю легкий массаж в голове, чтобы сухой шампунь подействовал. Ну вот, девчонки, как вы видите, ничего сверхъестественного для создания этой прически я не делаю. Просто завиваю их при помощи утюжка и беру довольно объемные пряди. Прическа делается очень быстро, особенно когда навостричься делать кудри и с правой стороны тоже. Если вам понравился этот образ, не забывайте ставить пальчики вверх. Спасибо вам за внимание, мы с вами скоро увидимся, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok